всем привет вы на канале family time на кухне сегодня мы будем готовить один замечательный тортик на сковороде а точнее это будет медовик для крема у нас будет карамельная начинка это будет фантастическое сочетание такого вы еще не пробовали а самое интересное что духовка нам не понадобится а вот раскатывать коржи все-таки придется так что если у вас нет духовки или вы не любите в ней готовить это более простой и более легкий способ также такой крем вы еще не делали а мы приступаем к приготовлению для начала начнем с коржей нам понадобится 130 грамм сливочного масла 2 яйца и щепотка соли это где-то 1 2 1 3 чайной ложки ну и конечно же мед как без меда его нужно 100 грамм и отправляем нашу кастрюльку на средний огонь до полного растворения всех ингредиентов когда все ингредиенты смешались равномерно мы снимаем с огня добавляем одну чайную ложку соды и далее добавляем муку и замешиваем тесто тесто должно получиться эластичным и мягким муки будет примерно от 250 до 300 грамм вот такой экзаж вот такой обработанный картинки мягкое и очень эластичное тесто у нас получилось, оно не липнет к рукам и работать с ним одно удовольствие. Будем отламывать кусочек и раскатывать с размером нашей сковороды. Раскатывать нужно как можно тоньше, ведь на сковороде они достаточно еще навухнут и поднимутся. Вот такие большие оладушки у нас получаются. Проделаем все то же самое со всеми коржами. Следующим этапом у нас будет равномерная обрезка коржов. Выбираем нужный диаметр и обрезаем до круга равномерной формы. Можешь сделать и квадратную, но кусочки обрезания тогда будут уже больше. Кольжи готовы, теперь мы будем делать карамельный крем. Для этого нам понадобится сахар. 250 грамм сахара в толстой кастрюльке отправляем на средний огонь до полного растворения. Когда наш сахар полностью растворился, мы снимаем его с огня. Добавляем 50 грамм сливочного масла и хорошо перемешиваем. Далее будем добавлять 250 грамм жирных сливок. Их нужно хорошенько подогреть. Если они будут холодные, карамель схватится обычным куском и есть ее будет уже невозможно. Бывает такое, что карамель схватывается небольшими кусочками. Этого не стоит пугаться. Можете снова отправить ее на средний огонь и тогда они полностью растворятся и карамель будет достаточно равномерной. Карамель следует остудить при комнатной температуре, затем убрать в холодильник на час. Тогда карамель будет еще немного гуще. Карамель у нас остыла. Добавляем в нее 250 грамм жирной сметаны и все это нужно просто перемешать. И переходим к этапу сборки. Промазываем нашим кремом каждый кусочек. Крема жалеть не стоит. Чем больше крема, тем вкуснее. Я сразу протираю бумажными салфетками вокруг торта, так как капать он больше не будет. Даем ему настояться 2 часа при комнатной температуре, затем убираем в холодильник, лучше всего на ночь. Тогда он получится у вас очень мягким и очень сочным. Украсить торт можно как угодно. Я буду использовать шоколад 20 грамм и нарисую узоры. И выложу фрукты. Черешня на этом торте смотрится просто потрясающе. Ярко-красный цвет. Это просто идеально. И самое большое и лучшее дополнение будет листочек мяты. Зелень как нельзя лучше смотрится на ягодах. Вот такой красивый торт у нас получился. Конечно, черешня на нем смотрится великолепно. Коржи у нас пропитались. Сейчас мы его разрежем и я покажу, какой он внутри. Вот такой красивый и аккуратный он получился у нас внутри. Готовится он очень быстро и очень просто. Мне очень нравятся рецепты на сковороде. Также, если вы не пробовали готовить на сковороде рулет, он тоже есть у нас. Его стоит обязательно попробовать. Он получается нежный и легкий. А я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Пишите ваши комментарии, пробовали ли вы готовить медовик на сковороде. С вами была Лена. Пока-пока!